Рождественская сказка И так здорово, что есть еще один повод встретиться и собраться все вместе, а также подвести итоги традиционного конкурса «Рождественская сказка». Добрый день, дорогие друзья! Как вам наш праздник? Замечательно! Будете еще участвовать? Это очень хорошо! У нас действительно проходят великолепные новогодние праздники, и вот эта наша рождественская елочка проходит далеко не первый раз и, надеемся, не последний. Спасибо вам огромное за участие! Сегодня замечательный праздник – Старый Новый Год! Всех искренне поздравляю с наступающим, опять-таки, наступающим Новым Годом! Всем желаю мира, счастья, здоровья! У каждого года свой символ. В 2023 год у нас представляют черный кролик или кот. Почему два символа, спросите вы? Да потому что они похожи, оба пушистые, ласковые и при этом умеют приземляться на четыре лапы. Поэтому в празднике принял участие настоящий черный кот, который рассказал детям, что бояться его не нужно. Например, если он перебегает дорогу, то оказывается, все черное и все плохое он забирает с собой за угол, а все светлое и хорошее оставляет людям, чтобы год был ярким на добрые события. Также он напомнил всем гостям мероприятия, что в этом году особое внимание нужно уделить домашнему очагу. Ведь кот – существо семейное, безобидное, любящее тепло и уют. Также кот поиграл с детьми и поинтересовался, какие пословицы и поговорки они знают про котов. И раздал предсказания на этот год, что кого ждет. Радуй наши города и села, это города и села. Самое главное, чего ждали участники конкурса в этот день, это узнать, в каких же номинациях выиграли их елочки. Всего было 10 номинаций. Например, в первый «Хранитель народных традиций» победу одержали дети и воспитатели детского сада «Жемчужинка». В нашем городе ежегодно проходит этот праздник «Рождественская елка». Мы участвуем второй год. В том году мы делали елочку, одна у нас была на другую тему, а в этом году у нас елочка посвящена русским традициям. Мы с ребятами делали, лепили игрушки, глиняные игрушки, потом их расписывали, у нас получилась дымковская игрушка, которой мы украсили нашу елочку и решили поучаствовать в конкурсе елок. У нас в группе 30 детей, вот 30 игрушек, у каждого своя именная игрушка, каждый слепил свою игрушку, сам расписал. Ну, конечно, мы им помогали, но в основном это детские работы. Конечно, пусть они не как оригиналы, но это детские работы, которые ребята прикоснулись к истокам нашей культуры. Также в конкурсе были представлены номинации «Культурное наследие моей семьи», «Золотые ручки», «В гостях народной сказки», «Мое ремесло», «Мой гостеприимный край», «Творчество без границ», «Победитель онлайн-голосования», «Волонтерский проект» и «Приз зрительских симпатий». Участник этого прекрасного конкурса я даже не могу уже посчитать, который раз, ну, наверное, примерно десятый. Мне очень нравится участвовать в этом замечательном конкурсе, ну, потому что, наверное, каждый раз хочется радовать зрителей. В этом году я победила в номинации «Приз зрительских симпатий». Ну, зрители, большое спасибо за то, что вы выбрали именно мою елочку. А все эти игрушки я создаю, ну, постоянно практически. Мне очень нравится народная ватная игрушка в современном исполнении. Этот праздник не состоялся бы без поддержки добрых волшебников, спонсоров, которые помогают везде и во всем. Благодарственные письма за отзывчивость и доброе сердце были вручены представителям мебельного комбината, благотворительного фонда Московской областной общественный фонд духовно-нравственного развития «Святая Русь». В заключение конкурса «Рождественская сказка» для юных участников было подготовлено праздничное чаепитие. Субтитры создавал DimaTorzok